Онлайн-платформа для досрочного снятия пенсионных заработает завтра. Уже известно название сайта, но заходить на него сейчас бесполезно. Доступен он станет ровно в 9 утра в субботу. И, похоже, наиболее активными на этой платформе будут алматинцы. Именно их оказалось больше всего среди тех, кто накопил сверх порога достаточности. Ну а каждый десятый вкладчик – это житель Атырау. Ардак Майуна расскажет, какие нюансы при снятии накоплений стали известны сегодня. Воспользоваться своими пенсионными накоплениями досрочно сможет лишь 761 тысяча казахстанцев. И остальные вкладчики, почти 11 миллионов человек, всегда задавались вопросом, кто же эти счастливчики. Оказалось, что каждый третий – житель Алматы. По словам главы Отбаса Банка, алматинцев почти 27% от общего числа. В рейтинге тех, у кого накопление превышает порог достаточности, есть и жители Мангистауской области. Совсем рядом Нурсултан, а каждый десятый – это вкладчик из Атырау. По этой таблице становится очевидно, где в стране зарабатывают больше. Вот эти четыре региона на самом деле формируют на сегодняшний день более 70% всех вкладчиков из ЕНПФ, которые будут участвовать в этой программе. Вот эта структура, которая, в принципе, показывает нам такие особые уровни заработной платы в нефтегазовом секторе, это вот Атрау и Мангистау, это секторы крупного корпоративного бизнеса Алматы и город Нурсултан. Ну и, конечно, сектор финансовой, страховой деятельности и прочие виды финансовых услуг. Самая малая доля по 1% приходится на вкладчиков из Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской и Североказахстанской областей. Но и они уже завтра смогут оформить заявку на специальной онлайн-платформе енпф-дефис-от-басы.киезет. Заходить на сайт сейчас бесполезно, он пока недоступен. Заработает портал ровно в 9 утра в субботу. Заявки пока будут принимать по поводу решения жилищных вопросов. Сегодня снова напомнили, что излишки пенсионных можно уступить родственникам либо супругу. Приобрести можно недвижимость на вторичном рынке или у застройщика, как в городе, так и на селе. А вот апартаменты за рубежом на пенсионные взять не получится. Как и нельзя купить квартиру у своих же родственников. Например, у моего супруга есть квартира. Я получаю свои излишки пенсионных накоплений, приобретаю эту квартиру у него. Но деньги-то все равно остаются в семье. Мы не решили жилищный вопрос. Мы всего лишь навсего обналичили те деньги, которые были у нас на счету в ЕНПФ. Потом мы ими совместно пользуемся дальше и также совместно пользуемся этой квартирой. Соответственно, вышел такой запрет между близкими родственниками и между супругами. Я думаю, что этот запрет абсолютно правильный. Направить излишки пенсионных можно и на покупку земельного участка. Но здесь нужно представить проект будущего дома и разрешение на строительство. Все это даст гарантию того, что вы обязательно начнете строить свое жилье. А вот что касается запрета продажи недвижимости в течение пяти лет, то правила пересмотрели. Если он приобретал ее после первого января 2021 года, у него оформлена ипотека на эту квартиру, то он сможет ее продать через пять лет, если у него займ со сроком погашения более пяти лет. Если у него есть непогашенная задолженность по нему. Если он полностью погасил, то в пункте это не указано. Операторы программы просят не приходить в ЕНПФ или от БАСЭБанк. Специальный счет для перевода пенсионных можно открыть через приложение, либо в другом коммерческом банке, который готов сотрудничать. Два дня уйдет на рассмотрение заявки, пять дней на то, чтобы перевести деньги. И в течение 45 дней ими нужно успеть воспользоваться. В противном случае накопления вновь вернутся в пенсионный фонд. Впрочем, потом можно заново начать оформление. А вот как направить излишки накопления на лечение, казахстанцам обещают рассказать позже. Известно, что ранее хотели разрешить на пенсионные деньги лечить зубы, ездить в санаторий и даже делать пластические операции. До конца января станет известно, что из этого списка осталось, а что нет. Можно потратить пенсионные досрочно, рассказала наш корреспондент Ардак Мауина.